Мне близка ваша роль и профессия. Я в свое время начинал политобозревателем, работал в «Правде» в Советской России, в местной газете. Выступал в 80 парламентах мира, в ведущих институтах, на всех информационных площадках. И хочу отметить, что в Государственной Думе площадка отличается от очень многих. Это, на мой взгляд, единственное сегодня место в мире, где каждую неделю можно подойти внизу к вам, где полтора десятка микрофонов, все ведущие каналы, все лучшие журналисты. И ты можешь изложить свою точку зрения даже без надежды на то, что она на ряде канала будет освещена. У нас своих более 200 сайтов, около сотни своих газет, своя телестудия «Красная линия», свои огромные связи со всеми левопатриотическими силами на планете. Даже в нынешнее суровое время 132 делегации, которые были у нас со всей планеты, все нас поддержали по Крыму, по Севастополю и по Донбассу. На условиях гибридной войны первой на фронте гибнет правда, а без правды не бывает победы. Вот под Новый год всем желали мира, я добавлял и победы, но чтобы победить, надо обязательно проявить мужество и хорошее знание, отстаивать реальную картину происходящей в стране и в мире на фронте. Мы с удовольствием помогаем это делать, благодарим всех, кто отражает нашу точку зрения, даже если она вам не нравится. Но мы все исходим из того, что сегодня России и нашей цивилизации брошен самый грозный вызов. В Думе осталось три человека, которые с первого созыва. Первый созыв в 1994 году был 11 января, исполнится скоро 30 лет. Так вот, прямо хочу сказать, что такого грозного и сложного вызова я лично не припомню. Он требует максимальной мобилизации, сил, ресурсов, сплощенности общества и ответа на вызовы новейшей технологии. Мы в этом плане стараемся, подготовили свою программу и будем настойчиво проводить жизнь. Вам всем добра, удачи и еще раз наилучшие пожелания. Спасибо.